Один шаг до завоевания заветной путевки на Евро-2016. Сегодня наша сборная по футболу сразится с командой Черногории. Соперники уже упустили свой шанс пройти в финальную часть турнира. А за плечами подопечных Леонида Слуцкого три победы подряд. Для того, чтобы попасть на чемпионат Европы напрямую, россиянам достаточно ничьей, но настрой только на победу. О том, как команда готовится к важнейшему поединку, в репортаже Клима Санаткина. Это первая тренировка основного состава сборной России после возвращения из Молдавии, где наши футболисты одержали победу со счетом 2-1 у спортсменов, был только один день для того, чтобы восстановить силы. Сейчас же, как говорят сами игроки, они полностью сосредоточены на предстоящем матче с Черногорией. На протяжении первых минут тренировки главный наставник сборной Леонид Слуцкий о чем-то долго говорил с капитаном команды Романом Широковым. В игре против Молдавии полузащитник получил травму головы, но на пресс-конференции Широков дал понять, со здоровьем у него все в порядке. С головой, со здоровьем все отлично. Полтора суток прошло, полтора еще есть. Поэтому мы успеем восстановиться, плюс полный стадион. Это добавит нам положительных эмоций. Только накануне матча было продано более 30 тысяч билетов. У футболистов не возникнет проблем не только с поддержкой трибун, но и с газоном, говорят организаторы. Технологии, заложенные в конструкцию стадиона «Открытие арена», позволяют спортсменам играть комфортно даже при минусовой температуре. Впрочем, российскую команду сейчас больше всего волнует детальный разбор игры соперника. Разбор будет сделан на последней их игре, потому что нет смысла анализировать матчи, которые были до этого, когда они сыграли буквально вчера. Очень тяжелый, напряженный матч с австрийцами. Поэтому основное мы будем делать акцент на разборе именно этого поединка. Для Черногории предстоящий матч будет, по сути, игрой престижа. Сборная проиграла австрийцам, тем самым лишив себя возможности выступить на чемпионате во Франции. В довесок нападающий сборной Мирка Вученич пропустит игру в Москве из-за двух желтых карточек. Впрочем, расслабляться ни та, ни другая команда не намерены. Наша главная мотивация в этой игре, меня, да и вообще каждого игрока сборной, достойно представить страну. Хотя будет непросто без наших основных игроков, да и погода, честно говоря, нас не очень порадовала. Но мы постараемся, чтобы игра была по-настоящему сплоченной. Не забыли футболисты и игру с Черногорией в марте этого года, когда в нашего голкипера Игоря Акинфеева с зажженным фаером попал один из фанатов. Матч был остановлен уже на первой минуте. У Ефа тогда засчитала Черногории техническое поражение 0-3. Для выхода в финальную часть Евро-2016 нашей команде сегодня достаточно сыграть в ничью. В группе G наша сборная на втором месте с 17 очками. Впереди только австрийцы, у них 25. Тренер Леонид Слуцкий рассказал, что особых изменений в составе команды не будет. Накануне матча журналистам показали не только тренировку сборной, но и просторные номера, в которых остановились спортсмены. Жилой номер очень просторный. 32 квадратных метра. Матрас с ортопедическими функциями. И максимально удобные подушечки двух типов. Пуховая, синтетическая. Рассказали и о специальном меню футболистов в день игры. У спортивных есть так называемое предматчевое питание. Оно ограничивается большим количеством углеводов. Курица-гриль, овощи, паста-баланес и спагетти. На футбольной же кухне главными ингредиентами были и остаются интенсивная подготовка, поддержка трибун и немного удачи. Клим Санаткин, Вячеслав Архипов, Александр Кочетков, Валерий Жичкин и Екатерина Овсянникова. Первый канал. Москва. Итак, сегодня прямая трансляция на Первом канале. Отборочный матч чемпионата Европы 2016. Россия-Черногория. В 7 вечера. Болеем за наших. Редактор субтитров А.Семкин